Всем привет! Настало время отвлечься от праздничных хлопот и узнать подробности последних новостей. Именно с ними прямо сейчас тебя познакомлю я, Елизавета Евтифеева. Итак, поехали! Не попадись под влияние преступников. В КФУ обсудили проблемы финансового терроризма. Учись на журналиста с молоду, школа телевидения «Олимп» открывает свои двери. Праздник не за горами. Студенты филиалов КФУ вместе отметили наступление Нового года. В настоящее время идет активная борьба с узакониванием доходов от преступной деятельности. Преступники стали активно привлекать свои махинации и студентов. О том, какие могут быть последствия такой помощи, выясняла Анна Глазунова. К тебе подходит незнакомый мужчина и предлагает хороший заработок. Всего-то нужно лишь обналичить его деньги с помощью твоей карты. Казалось бы, дело двух минут, а кругленькая сумма у тебя уже в кармане. Но все не так просто, как кажется. Такое желание быстро получить легкие деньги может повлечь за собой серьезные последствия. И, к сожалению, студенты намного чаще попадают под влияние таких преступников. Здесь используется ставка на то, что студенты не обладают достаточным опытом и осмотрительностью. И склонны подзаработать, так скажем, денег, не осознавая последствий того, что они делают. Надо отметить, что преступники, конечно, поступают очень негуманно по отношению к студентам. Потому что вовлекают в преступные схемы ту часть населения, у которой впереди все будущее. А по сути, речь идет о совершении и административных, и даже уголовных преступлений. Помимо административной и уголовной ответственности, которые должны будут понести обнальщики, им также будет отказано в обслуживании банка, в получении кредита, в оформлении зарплатных и пенсионных продуктов и многое другое. Если посмотреть на студента, который совершает такое деяние, то ведь впереди у него вся жизнь. Если он попадает, соответственно, в сводки правоохранительных органов, и следы об этом остаются в информационных ресурсах, какое его ждет будущее, какая его ждет перспектива карьерного роста и так далее, он, по сути, в начале своего пути может запятнать себя и свою репутацию навсегда. Сейчас идет активная борьба с преступной деятельностью, которая привлекает различную часть населения к обналичиванию незаконных средств. Избербанк осуществляет полный комплекс мероприятий, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем. Наш регулятор, Центральный банк, он нам поручил мониторить операции наших клиентов на предмет совершения подобных операций. То есть есть клиенты, которые осуществляют законные операции, а есть клиенты, которые участвуют в отмыве денежных средств, и мы имеем по этому поводу очень широкие полномочия и тоже несем ответственность перед федеральными органами. В большинстве случаев учащиеся не осознают последствия своих действий. И чтобы не было случаев, когда исправить будет уже ничего невозможно, нужно себя спросить, а стоит ли так рисковать своим будущим. Анна Глазунова, Универ Ньюс. Наша команда собрала для тебя самые интересные новости из просторов интернета. Какие? Узнаешь в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Ильшат Гафуров принял участие в 24-м заседании Государственного Совета Татарстана 5-го созыва. Депутаты рассмотрели 5 проектов законов Республики Татарстан и 8 проектов федеральных законов. Обсудили изменения в бюджет, а также отчет о ходе реализации программы развития образования в Республике в 2016 году. Доклад внесен в парламент Кабинета Министров Республики Татарстан. Расширенное заседание Клинического Совета Детской Республиканской клинической больницы состоялось при участии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Казанского государственного медицинского университета КГМА. Основной темой мероприятия стали актуальные вопросы непрерывного медицинского образования, новые формы повышения квалификации медицинских работников. Казань на третьем месте в рейтинге самых интересных новогодних ярмарок страны. По-настоящему сказочные новогодние праздники с детьми можно провести в сказочном городке в Казани. С 27 по 31 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на Спасской башне Казанского Кремля вновь развернется уникальное 3D-маппинг-шоу. Все желающие смогут посмотреть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекции на фасаде Кремля и даже оказаться участниками шоу. 4 января 2017 года откроется интерактивный музейный комплекс «Городская панорама». В здании надзержинского сейм будут установлены макеты города в трех временных периодах «Древняя Казань», «Казань 19-20 веков», «Казань современная». Каждому посетителю будут выдавать планшет с наушниками, который будет выполнять роль аудиогида. Чтобы получить информацию о том или ином здании, нужно лишь нажать пару раз на сенсорный экран. FIFA представила короткий презентационный ролик о Казани к футбольному чемпионату мира 2018. Вместо Зеланды символом города стал крылатый Барс. В описании к видео говорится «Казань». Даже название города звучит магически. И это так. Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почета, уважения и славы. К такому юбилею Институт международных отношений истории и востоковедения КФУ подготовился основательно. Кто стал виновником торжества, расскажем далее. Достойное место в ряду крупных ученых Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета занимает заслуженный учитель республики. В прошлом декант факультета русской филологии бывшего татарского государственного гуманитарно-педагогического университета Иршат Гафаров, который 27 декабря отметил свой юбилей. Виновнику торжества исполнилось 75 лет. Ну я по теме историк. Базово образование русский язык и литература остался все-таки верным тому, что в школе я очень любил историю, географию. Но какое-то подсознание, что подсказал мне, надо знать язык. То есть я поэтому поступил на факультет русской филологии. Вот эти 40 филологий факультет тогда. Много лет своей жизни юбиляр посвятил науке, во многом став хранителем традиции бывшего гуманитарно-педагогического университета. Теперь Иршат Гафаров с особым теплом вспоминает и рассказывает о своей работе в ВУЗе. В 19 лет я работал. Очень хорошо надыл коллектив. Это факультет русской филологии и литературы. И хорошие у меня в основном были девушки, хорошие женщины работали. У нас было мало ребят, мало мужчин в педагогическом коллективе. И заодно научная работа. У меня к сегодняшнему дню где-то 13 книг вышли, 130 с лишним публикаций различных. В свой юбилей Иршат Гафаров по-прежнему полон творческих сил. Обсуждает коллективные работы, принимает участие в воспитании молодого поколения. Показывая пример добросовестного изучения научных проблем, при этом деликатно отстаивая свои интересы и жизненные позиции. Коллеги и друзья Иршата Гафарова отмечают его высокий профессионализм, преданность педагогической работе и отличные человеческие качества. Поздравляя Иршата Гафарова с юбилеем, каждый пожелал ему здоровья и дальнейших успехов во всех областях его деятельности. Аделья Шамилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз. Пока студенты будут отдыхать на зимних каникулах, университет захватят школьники. А все потому, что с 9 по 15 января в КФУ пройдет Зимняя школа телевидения. Можно ли научиться о замтелевещании за неделю, узнала наш корреспондент Анастасия Иванова. Зимняя школа телевидения «Алим» пройдет в Казанском федеральном уже во второй раз. В этом году школьников, которые хотят попасть под прицел телекамер, ждет знакомство с азами телевизионного производства и принципами организации телевещания. Именно здесь будущие студенты получат ответы на волнующие их вопросы о мире телевидения, а также попробуют себя в роли телеведущего и репортера. Такое включение в телевизионную среду. Благо у нас ситуации и обстоятельства и условия позволяют. Это возможность почувствовать себя телевизионщиком, ну скажем так, прикоснуться, потому что многие приходят на первый курс и приходит какое-то разочарование, потому что телевизионщикам нужно работать. А в чем заключается эта работа, не все представляют. Участников будущей школы ждет интенсивная недельная программа. А это экскурсия по ведущим телеканалам Татарстана, мастер-класса от телевизионных практиков, участие в съемках программы, ток-шоу и многое другое. Например, в таких специально оснащенных студиях участники школы будут учиться записывать свой первый стендап, читать суфлеры и, может быть, даже выходить в прямом эфире. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник», украшенный изумрудно-зелеными соснами в новогоднем одеянии, в субботу принимал шумных и веселых гостей. Представители Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов КФУ собрались здесь на предновогодний праздник, чтобы почувствовать себя одной сплоченной семьей, завести новых друзей и зарядиться позитивными эмоциями. Студенты Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов КФУ вместе отметили наступление Нового года в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». В программе праздника сегодня много интересного, различные конкурсы на меткость, на ловкость, также вот огромные лыжи, вы видите, у нас преподаватели катаются. Сегодня здесь очень много народу собралось, все счастливы, все довольны, несмотря на прохладную погоду. У нас замечательные ведущие, хорошее настроение, и я рада, что мы собрались сегодня здесь в большой дружной семье. В ходе церемонии открытия состоялось торжественное награждение лучших студентов и преподавателей. Из рук ректора награды получили старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности Светлана Шерифулина и студенты Динара Алмагабетова и Ксения Куксгаузен. Я приехал, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом, сказать вам огромные слова благодарности за вашу активную позицию, за что благодарят обычно все, поскольку от активистов нашей с вами жизни много зависит. И настроение в коллективе, и наше движение, и наши позиции по всех рейтингах, о которых так много сегодня говорят, они тоже в основном зависят от активных, небездушных людей. На спортивных соревнованиях студентов разделили на 10 команд и вручили им маршрутные листы. Участники выполняли определенные задания на меткость, ловкость и креативность. Однако организаторы мероприятия не ограничились одними только спортивными и творческими соревнованиями. Участников ждал еще один сюрприз. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и пожелать им исполнения всех сокровенных желаний пришли Дед Мороз и Снегурочка. В них студенты Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов узнали своих директоров Елена Мерзон и Махмут Аганиева. Они вручили командам зимних забав, подарки и пожелали ребятам крепкого здоровья, радости и успеха. Елизавета Евтифеева, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универ Ньюс. На этом у меня все. Пусть зачетная сессия вам не портит настроение, ведь уже совсем скоро новогодние праздники. А я прощаюсь совсем ненадолго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok